Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Кто меня смотрит первый раз, добавлю, что торгую уже более 15 лет, а также в свободное время обучаю себе торговой стратегии. А сегодня мы посмотрим наш анализ. Перейдем на календарь экономических новостей. И что у нас сегодня имеется? Сегодняшних новостей, разве что выступление председателя банка Англии Бейли, достойно внимания. Кстати говоря, кто в четверг торговал, фунт, да, можно наблюдать, было просто очень хороший рост фунта на 1300. Пунктов вырос буквально за пару часов. И тогда тоже, кстати, было очень много новостей и по Британии, и в частности выступления главы банка. Поэтому, возможно, сегодня тоже будет волатильность. Так что советую присмотреться, если успеет, конечно, выйти мой ролик. Но все равно волатильность может быть в продолжительное время. Ну, на завтра вот можно посмотреть, что у нас здесь. Число открытых вакансий на рынке труда. Правда, расхождение небольшое, поэтому, возможно, просто будет увеличение волатильности. Но какого-то конкретного движения вряд ли стоит ждать. Индекс потребительских цен. Ну, скажем так себе новость. Вот, возможно, увеличится волатильность на аукционах. На аукционах в их селе обычно увеличивается волатильность. По евро в данном случае. Ну, и на среду у нас решение банка Швеции. Вот. Возможно, по Швеции что-то будет тоже. Хотя это редкость. Так. Что у нас на вечер? Обычно самые мощные новости в днем или на вечер. И вот опять у нас банк Англии уступает. Вот. Зачистили они. Так что на среду можно опять посмотреть. Банк Англии. Ну, пожалуй, все. Перейдем к терминалу. Так. Ну, начнем с фунта тогда, раз уже начали по нему. Проведем анализ. Значит, что у нас есть после этого дикого роста, скажем так, сформировался максимум. Кстати, вот что я думаю по поводу вообще вот этого взлета. Я думаю, что, возможно, дальше рост пробития вот этого уровня. Уровня вообще сопротивления верхнего. Вот. Вполне возможно. Вот. Сейчас у нас фунт продолжает консолидацию. Какие-то адекватные уровни поддержки здесь рисовать, наверное, я бы не стал. Разве что вот. Вот такой уровень, который в ближайшее время, скорее всего, уже как-то отработается. Вот. Ну, также стоит принимать во внимание, что сейчас фунт переживает повышенную волатильность и будет, скорее всего, всю неделю переживать эту волатильность. Поэтому, возможно, некоторые уровни будут с достаточными пробоями, ложными пробоями проходить. Поэтому надо поосторожнее со скальпингом. Дальше посмотрим по евро. Ну, евро тоже, конечно, скажем так, под воздействием этих движений находится. Воздействие фунта, который все-таки в еврозоне у нас находится. Поэтому у нас есть что здесь? У нас есть вот такой уровень поддержки, который перешел в зеркальный уровень. Но надо понимать, что у нас он уже частично отработал свою силу. Поэтому сейчас он прям к нему идет. Я бы уже сейчас не стал застрадавать. Хотя все возможно. Вот. Рассмотрим поближе. Да, у нас здесь что имеется? У нас вот такой вот нисходящий уровень поддержки. Ну, точнее, сопротивления, который станет поддержкой, если цена сейчас вернется вот сюда. То есть для скальпинга можно вот эту зону рассматривать на покупку. Вот. Больше особо уровней поддержки сейчас нет из-за сильной волатильности. Смотрим еврофонд. Еврофонд. Так. Ну, здесь. Уровень поддержки. Точнее, уровень сопротивления вот так будет у нас на ближайшие несколько дней. Уровень поддержки у нас достаточно крутой. Такие я не очень люблю. Но, кстати, если цена уйдет вот сюда и потом вернется, будет очень неплохой уровень зеркальный. Вот в этом месте. Вот это вот я рекомендую рассмотреть. Ну, пятиминутку можно глянуть. На пятиминутке, разве что вот эта вот консолидация, да, вот это вот имеет место быть. То есть здесь на покупку можно входить в этих зонах. Пока так. Ну, посмотрим еще канадца. Канадец у нас пошел вниз. Уровни сопротивления достаточно наклонные. Либо так, либо вот так еще можно. Вот еще наклоннее. Вот. Вот в этих зонах можно продавать. Рассматривать сделки на покупку. Но уровень сопротивления, к сожалению, пока что я бы не стал рассматривать. Можно только продлить вот этот уровень сопротивления, который станет поддержкой. Наверное, да. Вот здесь вот можно еще продавать. Здесь хотя и было. Была коррекция, но она не столь... Не так близко. Она возможно еще отработать. Здесь можно рассмотреть продажи. Астралийский доллар, давайте глянем. Он тоже пошел вверх, как и фунт. Здесь у нас разве что можно вот эту линию, которая уже отработала себя, можно наметить вот этот уровень. Вот этот уровень можно наметить. Вот. Так, ну и снизу у нас есть уровень поддержки, до которого, наверное, в ближайшее время не скоро цена дойдет. Но он хороший, его можно наметить. Достаточно пологий. Можно на него рассчитывать. Также еще вот здесь у нас есть уровень сопротивления, малозаметный, который тоже может выступать ступенькой для покупок. Здесь покупки, здесь покупки, здесь продажи. Вот, пожалуй, я думаю, на сегодня все. Все. Всем хорошей торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.